всем подписчикам привет наконец наступает пора заготовки летних даров природы конкретно иван-чая и любители иван-чая уже зная свои плантации устремились на заготовку майского иван-чая который можно собирать еще до появления цветков это самый нежный лист вот я его показываю я знаю эту плантацию она проверенная у меня уже несколько лет это иван-чай вот майский еще нет цветка у него но лист уже достаточно хороший для заготовки чем он характерен чтобы не спутать его с другим похожим на него растения рогоз желтый узколистный который далеко не иван-чая во-первых у него цвет ствола розово-бледный такой зелено-розово-бледный прям розоватый видно что стволик имеет розоватый цвет также формируется у него вот здесь вот метенка который потом расцветает розово розовым цветом тогда пора заготовки у наступает но для тех кому не терпится можно уже и этот заготавливать он хороший вкусный чай и очень нежный и параллельно с ним идет второе растение чтобы его не спутать я его покажу вам которое не стоит заготавливать вот одновременно появляется кустики вот такого же похожего на иван-чай на в это же время рогоз желтый точно такие же листья у него узкие но отличие его от иван-чая что при его разминание между пальцами он начинает издавать такой пряный запах и потом после ферментации он еще усиливается и имеет горький вкус вот если вы его разомнете вы его четко почувствуете вот этот пряный запах но он не ядовитый конечно но он просто неприятный рогоз ускалистый потом он расцветет в желтый цвет там уже трудно будет спутать его но а сейчас его легко спутать с с иван-чаем и заготовить его зря так сказать загубить он идет параллельно у нас вот такое отличие иван-чая не спутайте спасибо всем за внимание и можно начинать заготовку